здравствуйте друзья еду я непривычный для меня дорогой поэтому камеру поставил на на дорогу и думаю пусть ребята посмотрят как у нас тут местность вообще выглядит мы едем параллельно в квартале слева будет хайвей вот мы едем по улице называется холмстед это такая большая хорошая улица и ед я на работу светлану загрузил тут она пошла машину забирать после замены аккумулятора а мы вот так едем сейчас 10 часов 20 минут утра вот она кремниевая долина без листвы так сказать ну что задали мне сегодня вопрос интересный в где это было вконтакте может быть или там ну не знаю где такой достаточно приватные переписки человек говорит вот я там посмотрел ваше рассуждение послушал по поводу типов студентов и я вот у меня есть такое рассуждение про пять типов студентов ягод не могу сказать что я какого-то конкретного типа во мне есть признаки разное и это правда действительно никто из нас не такой вот пуска там мотивированные у нас есть разные моменты в жизни и разные виды мотивации или разные виды ее отсутствия конечно ну конечно вот и так я просто показываю вектора а каждый из нас и сумма какая-то там этих векторов и вот дальше он говорит что приходилось ли вам видеть людей которые вот как-то приходит человек он в одной категории но имеется ввиду что он как бы состояние духа да вот он какой-то подавленный немотивированный там еще что-то а потом он как-то преображается и оказывается в совершенно другой категории и вот как смена категории смена типажа такого как бы дело в том что конечно поскольку мы тут давно живем и занимаемся вот уже вот этим делом и много людей проходят через школу перед глазами у меня самые разные есть ситуации но в общем то если вы даже за детьми например вы наблюдаете смотрите вот там мама с папой у них там двое детей или там трое детей и посмотрите на этих детей какие они разные правда но они уже родились разные бывают лялечки там полгодика а уже характер такой и и через пять лет такое через 15 лет и через 50 лет такой и этот характер уже вот он проявлялся там то есть я я не хочу сказать что все определено предопределено уже в этот момент когда человеку полгода от рождения но очень многие вещи уже присутствуют и они просто есть мы родились такими есть вещи с которым мы родились это не значит что мы не можем развить это до большего чего-то это не значит что мы не можем как-то побороться с этим если она нам мешает нет ни ничего такого я не говорю все все возможно вот но в общем в общем и в целом значит уже есть какое-то влияние и вот к чему я это в эмиграции человек оказывается в разных обстоятельствах кто-то с первой секунды буквально расцветает знаете то есть вот попал как то вот вот в то место из первой секунды у него поперла кто-то наоборот он был как-то но обустроен в прошлой жизни может быть не шикарно но как-то ну нормально было но более-менее нормально и вдруг его вышибло из нормы он приезжает в другую страну и он никто и ничто и он на хлеб себе не зарабатывает и языка не знаю и друзей у него нет и в общем он чувствует себя фигово и не зарабатывает ничего пойти а жить надо вот он становится подавленным а при том что по жизни может быть он был так веселым и жизнерадостным и совершенно другим человеком был об эмиграции его подкосило есть люди которых подкосило и они как-то даже если он имеет может быть внешние какие-то атрибуты того что он в порядке ну допустим он работает он зарабатывает вот он такси водит у меня был совершенно замечательный дядька журналист военный я его очень люблю вот такой классный был военным журналистом образование у него такое и дальше он приехал сюда и 7 лет водил такси поначалу он вскочил в это такси потому что нужно было зарабатывать и он даже как бы не имел ввиду что он там долго пробудет ну просто но надо зарабатывать и 7 лет там проработал и казалось бы он в порядке то есть он на жизнь зарабатывал он женился там дети все дела то есть все хорошо у него было но вот это вот вождение такси при том что он туда на секундочку зашел понимаете и 7 лет там и вот его это в подкорке где-то там она у него сидела и не давала ему как бы расслабиться в итоге он к нам пришел когда-то и понесся там господи полетел на крылья она она мешала ему при всем при том что люди глядевшие на него со стороны думали что отчет нормально он еще веселый такой дать такой южного южного темперамента такой типа одессита но но не одессит такого плана вот и пошутить может там и все и а какая-то грустиночка была в нем знаете вот видно было так вот когда человек подкошен жизненными обстоятельствами как бы на него легло что-то сверху но вот это то что легло она может при благоприятных обстоятельствах мгновенно уйти куда-то как никогда не было и и он не вспомнит даже чтобы ну или вспомнит там выпить рюмку водки скажет проехали несемся дальше вот бывает что человек родился такой таким и и и он вообще такой и он просто мрачный или он просто мнительный есть люди которые мнительные сказать что человек мнительный только потому что есть обстоятельства которые делают его мнительным нельзя потому что в одних и тех же обстоятельств находятся люди разные но один говорит что стакан наполовину пустой а другой галчу стакан наполовину полный это не потому что у разный жизненный опыт они вам могут сказать или там скажем так люди мрачные негативные и так далее они не скажут вам я такой родился они скажут я имею основания так считать он их находит для себя почему же обязательно находит найдет у меня был студент один довольно успешный по нашим как бы меркам да то есть точки зрения нахождения работы и всех этих делался совершенно успешный замечательный такой технократический человек он приехал уже технократическим но он был ноутбук ты он был на удивление вам весело будет смотреть на удивление мрачным и я как-то раз ему говорю тут у меня подставочка поскользила на повороте я его как-то отчеты мрачные вот улыбнулся бы что ли вот мы как хорошо солнышко светит там туда-сюда а он не говорит мрачно так говорит а повод где улыбаться с чего улыбаться против мне чтобы улыбаться повод не нужен вот если ничего плохого нет то я уже и улыбаюсь и для бы вот пожалуйста на меня посмотрите вот я давайте если на светлый образ вам переведут пожалуйста вот я сижу просто улыбаюсь хорошем настроении это это я еще вес потерял 20 килограмм у меня сегодня 82 килограмма с утречка на весах а было 102 когда я начинал и мне света сказала вот мы сейчас тобой толстые и добрые люди а потом мы с тобой похудеем и будем худыми и злыми вот а я и худой в общем-то ничего значит и к чему рассказываю есть люди которые которые любят анекдоты рассказывать любят посмеяться там с друзьями и так далее а есть люди которые не любят с друзьями если которые замкнутые которые интровертированные им ничего такого не надо это не потому что у них жизненные обстоятельства это потому что люди разные возвращаясь к к вопросу который товарищ задавал что вот в нашей практике вот бывает ли такое что человек из одной категории там переходит другую категорию как-то меняется и так далее мы видели самые невероятные метаморфозы которые с людьми происходит у нас знаете как вот когда приходит к оценке я более оптимистичны чем например софия у нас даем или там кое-кто из сотрудников я из них самый оптимист то есть когда вот приходит какой-то человек он говорит я хочу учиться там изменить жизнь и мы смотрим на этого человека а он убитый понимаете убитый и и что-то еще бывают эти еще хуже чем убитый это когда он какие-то мантры повторяет и вот и ты понимаешь что он выглядит чисто внешне выглядит как зомби какой-то который что-то такое повторяет вот так он смотрит и уже такое вот и он вцепился во что-то и с ним невозможно даже разговор вести потому что он не слышит что ты ему говоришь он слышит себя и он ну то есть жуть полный и мы когда начинаем обсуждать софия там допустим вы смотри у него тут проблемы там проблемы но она же она и должна расстать по компаниям то есть конечно у нее такой вид взгляд на это дело более привязанный к конкретики таскать она думает о компаниях куда можно его дать там где менеджер там допустим благоприятно посмотрит на такого типа или там сякова она очень много в этом понимать вот я смотрю больше как вот вот человек ну я понимаю что может быть там с ним больше работы будет но он должен у него как бы есть некоторая критическая масса с которой я вижу его вот что он должен прорваться это когда он только пришел бываешь и человек вроде нормальный ну нормально пришел нормальный дома заходи он заходит нормальный вдруг раз что-то сказал тут что-то еще что-то и ты через там месяц начинаешь понимать что случай не то что тяжелый а совсем плохой а так не видно мы с вами тоже все люди взрослые мы были в таких ситуациях я думаю не только нас касается вы понимаете хорошо о чем я говорю и мы начинаем обидумать но но наверно уже на все но ну то есть явно не получится с таким букетом уже как вот ну как и опять я в этом смысле более оптимистичны потому что я смотрю на то у нас были люди и такие и сякие были и в общем-то они прорывались и так далее я в этом смысле более оптимистичен в оценках но мы действительно видели ситуации достаточно много ни одна не 2 и не 10 когда уже оказалось все знаете вот уже думаешь но ничего сделать нельзя вот ну 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 нельзя и вдруг этот человек который казалось бы ну нельзя а он допустим вцепился его ничего не берет она вцепился и прет и это очень дороге стоит у тебя может не быть способностей у тебя может не быть бэкграунда подходящего у тебя может не быть образование подходящего ты может быть много лет занимался чем-то таким что не требует особо напряжения мозгов одну смысле в таком в инженерном смысле не требует а но если ты вцепился это только вопрос времени сколько у тебя уйдет на то чтобы прорваться это не больше чем вопрос времени если ты вцепился и время для тебя не настолько критично там три месяца или там 7 месяцев тут и там будешь ты будешь на той стороне ручья это я могу просто я искренне в это верю я это видел другое дело что вцепился когда я говорю что он вцепился это я на него смотрю и я вижу что он вцепился когда человек говорит я вцепился я вцеплюсь или я вот я это может быть совсем не тем что на скажем я называю вцепился это может быть совсем другим поэтому вот мы со своей стороны видим эти я я не могу навязывать своих оценок другим людям я не могу принимать их самооценку как если бы я их оценивал это тоже я я ничего сложного не сказал это простые вещи но вы понимаете о чем речь так вот мы видели такие преображения которые мы не могли себе представить вот при всем нашем жизненном опыте потому что может 20 лет этим занимаемся там больше 20 лет сейчас тоже это происходит вот у нас был паренек один лет так за 40 хорошо и он но но более чем странный более чем странный но вцепился и вот он сначала там работа потом другая работа потом там еще что-то и мы каждый раз ты смотри вот ведь как а потом прошло еще пару лет и вот он недавно под пришел тут практикантов набирал да тоже куда-то там пробился пришел практикантов набирать его было не узнать вообще если если бы я вот не помнил как сейчас вот это что было пару лет назад я бы сказал что вообще такая метаморфоза невозможно в принципе то есть настолько драматично перемен но опять я не могу сказать я не могу сказать что это не было тем самым случаем когда он он собственно всегда был классным таким чуваком но просто силу каких-то обстоятельств его прибило причем так сильно прибило что выглядело это как будто он родился таким я не знаю я не могу судить не то что я его знал там 10 лет назад или 15 или 20 но в общем к вопросу о о том значит может ли человек кардинально измениться вот скажем попав в какую-то среду благоприятную то есть для кого-то вот мы это благоприятная среда потому что просто нас мотивирующие ты видишь людей которые вместе с тобой идут большая толпа людей одна жизнерадостная боевая они вместе идут у них получается они дружат они вместе там я не знаю делают барбекю там и и вдруг ты и вдруг ты оказался в своей среде вдруг ты оказался на каком-то пути и там свет в конце тоннеля и чет и поперла вот этого мы видим очень очень много и немного у нас конечно глаз немножко заточен да то есть мы когда на человека смотрим мы видим может быть нет ни не прямо то что все увидят а может быть немножко дальше да немножко дальше потому что мы в этом процессе много поэтому нам уже полагается немножко больше видеть но но и мы постоянно натыкаемся на такое что вот там существенно глубже и мы его не видим она есть она есть то есть какие то есть вещи более глубинные или более загнанные вглубь вот но в общем я я не буду говорить что все от жизненных обстоятельств и я не буду говорить что все от генетики но я хочу сказать что это сложная комбинация генетики и обстоятельств сложная то есть есть вещи от которых ты избавиться реально не можешь хотя можешь приглушить а есть вещи которые ты в себе не создашь но просто не создавших там нету и никогда не было но можно чуть-чуть развивать поэтому обстоятельствами генетикой пониманием себя вот вот может быть через это счастливо